ребята всем привет трубы собственно для чего хочу сделать турник с брусьями значит сразу к делу на вот на бумажке набросал типа схемы конструкция хочу сделать такую три стойки три стойки перекладина турник дальше идут брусья две стойки и брусья такую конструкцию рассматриваю собственно для того чтобы сама конструкция турника будет жесткая если делать турник без брусьев просто турник ну идеальный вариант его зафиксировать плюс бетонировать плюс еще нужно какие-то сделать растяжки для более устойчивой конструкции для безопасности чтоб турник не так раскачивался не разбивался данном случае с брусьями у нас сами брусья будут служить частью конструкции и будут придерживать вот эту часть спортгородка так называемого то есть от раскачивания более жесткая такая будет конструкция значит сразу трубы взял 60 на 60 квадратные значит 2 по 2 взял на стойки на стойки для брусьев 50 сантиметров в землю пойдет из расчета метр пятьдесят высоту останется по брусьям но я уже буду примерять по себе метр пятьдесят думаю высоко наверно или отрежу или в копаю больше скорее всего может и в копаю больше рассчитываю где-то на высоту метр десять может метр двадцать ну это посмотрим уже по месту и три трубы 60 на 60 квадратные тоже трехметровые именно для вот этих вот стоит 50 в землю на бетонирование 250 остается высота в общем то 250 высота турника нормальная перекладина для турника такая труба значит 30 33 или 34 наружный диаметр и для брусьев труба чуть больше диаметра 40 42 или 43 наружный диаметр значит рассматривал вариант бушный металл купить и собственно закончилась все той же истории когда я рассматривал вариант при покупке вот этих стоек труб для навеса который я делал тоже думал бушные купить все закончилось тем что поехал купил новые потому как и в этот раз тоже искал металл трубы которые бушные продаются во первых такой длины трехметровых не нашел а во вторых ну все трубы в таком состоянии в кошмарном что их собственно задолбаешься приводить нормальное состояние и плюс при покупке платишь за слой ржавчины офигенный просто слой ржавчины самой трубе плюс платишь по весу за за ржавчину и она на дно на дно в общем то и выходит поэтому купил новые и будем значит конструкцию конструкцию вот эту вот конструкцию планирую сам турник три стойки и перекладину варить на месте то есть на земле устанавливать потом бетонировать все все вместе вот это дело брусья уже буду уже буду приваривать по месту когда эта конструкция самого турника будет стоять на месте значит часть двора тут есть вот такая где вот такой бардак находится и в общем то все это здесь буду размещать их приводить в порядок вот эту часть двора все бетонироваться будет в общем то посмотрите как все получилось так начал уже первым делом прожигаю отверстия в стойках для перекладины взял то труба длинная взял таким же диаметром трубу и примеряю вот в общем то в общем то одна стойка готова крайняя средняя стойка будет такими двумя отверстиями сквозные сквозная будет сквозное отверстие так готова 2 и сквозная средняя стойка вот так в общем то сварка не так аккуратно все это получается но для турника пойдет главное чтоб надежно было так отрезал перекладину будущую значит метр восемьдесят пять примерно из расчета метр тридцать из расчета метр тридцать ширина турника самого остальное 55 55 будут брусья широкие брусья не делаю чтоб нагрузка не было сильно на плечевые суставы так как вес у меня сейчас правда уже не такой как был раньше но все равно чтобы не навредить будут брусья 50 ребята ну вот и первый нюанс поспешишь людей насмешишь второе 7 раз отмерь один раз отрежь резав перекладину я ж не учел не учел расстояние которое будут съедать стойки тут это расстояние суда труба зашла до конца в общем то и и не будешь там на краю прихватывать и тут поэтому поэтому но брусья то 55 выставил потому как уже нет смысла их делать 55 а турник будет у нас турник будет у нас 112 но чем чего 112 но ширина я думаю нормально хорошо хоть запасом взял я думал хотел сразу метр двадцать турник а брусья 55 а потом решил трудник метр тридцать а брусья 55 и хорошо что из этих метр тридцать осталось метр двадцать а из метр двадцать бы осталось метр два сантиметра но так нормально хват широкий хват нормально будет я считаю пойдет теперь что выставляем всю эту конструкцию ровно расстояние между трубами здесь там между стойками здесь мере там чтоб соответствовало всевозможные углы угольниками выставляем трубы по уровню сами стойки думаю можно выставить потому как площадка но есть неровности по уровню выставить подложить что-нибудь зафиксировать всю эту конструкцию и обвариваем обвариваем саму перекладину привариваем к стойкам трубы по уровню площадка вроде оказалось ровной так а здесь у нас что-то не меряло тоже нормально нормально так углы всевозможные углы всевозможные углы примерно все ровно есть расстояние все выставил не знаю туда может наварить из арматуры фиксаторы такие тонкой временные чтоб это все дело даже при переноске транспортировки потом на место не рассыпалась или не варить ну в общем то сейчас буду обваривать по ходу дела будет видно так начал обваривать трубы начало не чуть-чуть вести трубы меняться расстояние вот в этом месте поэтому такие вот распорочки да и при транспортировке как я уже говорил будет удобнее нести все это дело там уже по месту обрежу оставлю вот такие вот по кусочку арматуры на каждой трубе и и все это дело оно забетонируется вместе с такими вот кусочками будет как бы как бы армирование будет там уже в бетоне такое своеобразное ну и обвариваю трубы так готово размеры не нарушились все померил мои швы красотой не отличаются потому как я не профессиональный сварщик ну проверил надежно вроде бы да и тем более тут трубы никуда не денутся они внутри стоек перекладина поэтому будет все держаться думаю нормально сегодня закапывать не буду подкрашу вот в этом месте те части труб которые будут в земле как раз они подсохнут в следующий раз уже завтра послезавтра буду ставить на место значит брусья уже по месту буду варить потому как но такую конструкцию если сварить вместе с брусьями то и попробую сварить еще брусья уже будут вариться по месту когда будет стоять на месте именно турник небольшие изменения эти пруты которые первые приварил обрезал оставил как я планировал вот такие как их назвать усилители которые будут держать трубу и предохранять от расшатывания в бетоне застывшим и приварил вот такой сплошной арматурой кусок для того ну и для транспортировки и в общем то с ней вместе будет закатова закапываться конструкция приварил ее на расстоянии 40 сантиметров примерно на 50 будет закапываться глубина ямы будет 50 а 10 сантиметров борозда будет в площадке для укладки этой арматуры в общем то она при установке предохранит конструкцию то есть ноги не будут разъезжаться стойки будет все держаться как бы в куче это я думаю облегчит облегчит установку самой этой конструкции ну и покрасил все теперь сохнет дело 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 осталось за небольшим ямы бетон установка то есть да еще кусок работы впереди ну и и и брусья уже опосля и так есть ямы буром сделал конструкция установлена распёр булыжниками все по уровню все по уровню теперь можно бетонировать раствор готовится лучше если бы конструкция турника было без брусьев то есть просто две стойки то конечно ямы нужно было делать пошире намного шире я думаю при помощи лопаты чем шире тем лучше и соответственно больше бетона туда пойдет но для чего это для того чтобы меньше конструкция расшатывалась со временем крепче держалась в земле так как у нас будут брусья будет плюс еще две стойки конструкция будет жестче поэтому данном случае ямы сделал с помощью бура раствор делаем жидковатый но не забываем также притрамбовывать проталкивать проталкивать его в яму при тонировании можно взять кусок арматуры заполнять таким образом вот пустоты которые в любом случае образуются так но в общем то все еще раз можно проверить уровнем чтобы не сбилась не сбилась конструкция наше чтоб все стояло по уровню перед тем как все это застынет у нас ну в общем то можно было бы сегодня можно было бы сегодня и стойки для брусьев закопать но почему-то не знаю с непривычки или давно этим не занимался посрывал руки вот так как то непонятно из-за чего поэтому как-то она не не комфортно буром или лопатой начал буром срывать уже закончил лопатой держаком поэтому на сегодня отдых да и пускай эта конструкция застынет уже конкретно не будем здесь мешать бегать прыгать копать так приступаем к брусьям две стойки вырезал под сами брусья под трубы стойках вот такие постели пазы значит стойка двухметровая 50 сантиметров из расчета 50 сантиметров в землю а метр пятьдесят будет высота стоек для брусьев значит эта труба эта труба опорная так сказать так не помню сколько я ее такой длины я не купил 3 метровая до 3 метровая 3 метровая соответственно пополам режем и длина брусьев будет метр пятьдесят примерно так во второй стойке то же самое сейчас делаю вырезаю постели пазы и и стойки можно в общем-то бетонировать закапывать и бетонировать и так выставляем все по уровню и бетонируем фиксируем столбы но супер точность здесь не нужно уровень конечно нужно применять а так чтобы на глаз хоть не было заметно что что-то что-то криво или примерно так итак наметил наметил отверстия где будут стойках туда будут заходить перекладины сами брусьев сейчас буду вырезать сваркой электродом померил по уровню прикладывал в трубу выставлял все по уровню посмотрим что из этого аппарат конечно режет капитально но здесь и труба тонкостенная но все равно но вот такой вот мощности установлен шурует прямо не успевай только и так готова все все по уровню все по уровню также с этой стороны можно обваривать все это дело тут тут и соответственно тех стойках одно отверстие получилось с большим запасом второе уже как говорится рука не дрогнула так обварят готова обварил прихватил все надежно но заметил что конструкция не совсем устойчива стойки все равно брусьев шевелятся как бы не было забетонированы а все равно люфт вот есть поэтому наверно в данном случае я сделаю вот такую вот перемычку внизу на примерно наверно на такой вот высоте выше не стоит чтоб ногами не зацепляться но и ниже думаю тоже не стоит примерно вот так каких-то экстремальных упражнений на этих брусьях делать не собираюсь поэтому думаю не махи ногами не сальто не в различные поэтому думаю это перемычка мешать не будет вот теперь один вопрос или снаружи и или снутри делать то есть или с той стороны или с этой наверно с этой разницы нету прихвачу такую вот перемычку надеюсь что жестче будет конструкция вот в общем то помогла конечно это перемычка уже люфт как бы не такой но все равно присутствует ну совсем не такой в половину наверно меньше да я еще плюс гоню лошадей раствор раствор всего постоял день мягкий поэтому не буду я сейчас тут еще расшатывать всю эту конструкцию пускай засыхает но в общем то уже больше ничего и не сделаешь как такового суда не знаю между этой стойкой и стойкой турника я думаю не стоит перемычку еще дополнительную бросать это валюфта аж нету в эту сторону поэтому думаю это будет лишнее но в дальнейшем будет видно то уже можно будет по месту если что прихватить ее потом подкрасить но сейчас в общем то все зачищаю все зачищаю всю эту конструкцию которая получилась наверно буду красить буду красить а уже потом всю эту площадку буду заливать делать стяжку так с покраской закончена перед покраской конечно прошелся все шкуркой наждачной бумагой все хорошо зачистил трубы стали гладкие поверхность но не без нюансов первую ошибку допустил что лень стала сходить за маленьким валиком начал красить кисточкой думаю да сколько тут в общем то немного вроде бы как по покрашу кисточкой купил 900 граммовую банку краски и вот в общем то что осталось немного там на дне значит думаю что валиком бы расход был в два раза меньше но может не в два но не в два но в полтора раза точно не было вот этих потеков которые появляются как не старался валиком конечно краска ложилась бы лучше не было по этих потеков было бы их меньше кисточкой если наносишь меньший слой слой краски тупо появляются разводы кисточках краску растягивает поверхность гладкая накладываешь чуть больше перекрываешь перекрываешь разводы со временем начинают появляться потеки поверхность гладкая еще расскажу и начинает немного течь но как бы не не критично я думаю конечно век живи век учись хотелось бы чтобы без этих разводов но что смогу сейчас убираю таким вот образом я думаю должно быть нормально поэтому учтите валики есть маленьких размеров то есть чуть ли не 60 70 и ими хорошо закатывать вот такие квадратные профили то даже и круглый профиль основную часть проходишь валиком потом уже подправляешь кистью там где не достал как видите кистью не очень хорошо все это получается значит цвет цвет такой взял потому как у меня навес навес но навес вот в таком стиле такого цвета типа такого бежевый буду продолжать делать дальше навес перекрывать эту часть двора поэтому ну как бы чтоб сочеталась в будущем пока все осталось забетонировать площадку может поспешил я что покрасил но буду аккуратно все это делать если где и коцну вниз или испачкаю краски немного осталось подкрашу значит кинул еще вот такую перемычку усилитель подвязался к погребу чтобы уже конструкция была более жестче не шаталась именно вот эта стойка крайне здесь когда подвязана подвязаны стойки брусьями поэтому тут уже более жесткая итак ребята стяжка залита еще вчера вечером уже не было сил снимать записывать видео сегодня буду поливать целый день потому что жарко ну и в общем-то так все выглядит значит сверху трубы открыты остались вырежу я из пластиковых пластиковые бутылки паромеру найду наверное литровая туда подойдет но вырежу и будут такие своеобразные заглушки крышки так дальше здесь но понятно козырек на погребе этот срежется не нужны чтобы не мешал значит по поводу конструкция то это как ну все ее делают в общем-то турник турник а с этой стороны где вот расходятся брусья делают лестницу перекладины дальше и получается лестница ну в общем то да это будет было бы более правильная конструкция но лестница мне как бы не нужна все можно в общем-то и доделать со временем если вдруг понадобится это все понятно что конструкция как бы было еще жестче но я думаю здесь и так и так все будет нормально со временем если вдруг понадобится эта лестница купить трубу наварить перекладины в общем-то не проблема все это покрасить опять докрасить и все ну в общем то и все больше показывать нечего стяжка высыхает и начинаем заниматься уже вот в этом вот таком вот домашнем спорт городке на сегодня все подписывайтесь на мой канал будем дальше снимать видео по этой тематике всем удачи и до следующих видео видео